Всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечаю на вопрос Васи. Почему у птиц не мёрзнут лапки зимой? Действительно, согласитесь, не хотелось бы походить по снегу или льду босиком, а между тем птицы, несмотря на то, что у них такие тоненькие, худенькие лапки, они ходят по снегу и льду и вроде бы не чувствуют никаких неприятных ощущений. Почему? Оказывается, у птиц особым образом устроена кровеносная система, которая позволяет с одной стороны не мёрзнуть, а с другой стороны экономить тепло, не транжиря его просто в атмосферу. Как же так происходит? У птиц есть кровеносные сосуды, которые расположены в коже, и в зимнее время, когда становится холодно, эти сосуды сужаются, и по ним меньше происходит приток крови к лапкам, и, соответственно, температура лапок падает. Вообще, в зимнее время температура лап у птиц может быть всего от 2 до 4 градусов Цельсия, очень низкая. Но при этом у них есть ещё и внутренние расположенные более глубоко сосуды, по которым кровь идёт от сердца к органам. Что же тогда происходит? Снизу течёт холодная кровь, сверху течёт горячая кровь от сердца. Благодаря тому, что сосуды расположены очень близко, внутренние, глубокие, между ними происходит теплообмен. И та кровь, которая идёт от лап вверх к сердцу, она за счёт этого согревается и становится уже не такой холодной. А та артериальная кровь, тёплая, которая идёт от сердца к лапам, она, наоборот, немножечко охлаждается. И это помогает сохранить энергию и сократить теплопотери. Вот такое вот удивительное устройство лап оказывается очень полезным. Благодаря этому, конечно, птицы могут не только ходить по снегу, а есть водоплавающие птицы, которые спокойно плавают где-нибудь в полузамёрзшем пруду в полынье или в реке, где температура воды может быть около четырёх градусов всего-навсего, и при этом чувствуют себя совершенно прекрасно, в отличие от нас. Ну что же, друзья, спасибо за внимание, присылайте нам свои новые вопросы, мы будем рады на них ответить. Пишите комментарии и до новой встречи! Берегите себя! Всем пока!